«Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему и Богу вашему». Вопрос такой, почему Христос запрещает Марии прикасаться к его телу? Ведь в дальнейшем он же позволил апостолу Фоме коснуться его язв на руках и язвы на груди от копья. Может сложиться неправильное мнение о том, что мужчинам, получается, можно прикасаться к телу Христову воскрешему, а женщинам нельзя. Но эта логика неверная. Святитель Григорий Двоеслов очень лаконично и красиво дает ответ на этот вопрос. И заставляет и нас задуматься в этом вопросе. Я подситирую. Иисус в сердце нашем восходит к Отцу тогда, когда признается равным Отцу. Ибо кто не верует, что Он равен Отцу, в сердце того Господь еще не восходит к Отцу. Не прикасайся ко мне. Это не потому, чтобы Господь после воскресения отверг прикосновение женщин, когда о двух пришедших ко гробу Его написано, и они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Но Христос тем самым, по словам теперь уже Августина Блаженного, говорит, ты видишь меня, почитаешь только человеком, говорит Августин Блаженный, как бы от лица Христа. «А еще не знаешь равенства моего с Отцом. Не прикасайся ко мне, как к простому человеку. Не принимай меня таково веруя, но уразумей во мне слово, равное Отцу. Взойду ко Отцу, и тогда прикасайся. Для тебя взойду я тогда, когда ты уразумеешь меня, как равного Отцу. Да коли же почитаешь меня меньшим, я еще не взошел для тебя». Эти очень важные слова для нас с вами в том числе, чтобы мы могли разуметь и отличать человечество Христа от Его Божества. И вообще, как бы по воскресении Христовом в Евангелии особенно делается акцент на двух природах Христовых. Отсюда потом строилось все святоотеческое богословие последующих Вселенских Соборов. То есть Мария, когда, будучи в огробе, припала ко Христу, она со всей женской любовью и со всей мягкостью сердца и дружественностью бросилась к ногам Христа, поскольку она в тот момент даже не совсем еще понимала, что происходит. Она вдруг узнала Господа, причем не сразу, как повествует евангелист Иоанн. И вот как только она его узнала, она поспешила последовать движению своих чувств, в то время как Господь ее останавливает и призывает задуматься и поразмыслить, и уже подчинить себя в первую очередь разуму и пониманию того, кто перед ней стоит. Перед ней стоит уже воскресший Господь, Господин жизни и властитель над смертью. Вот это первое, что хотелось бы обратить внимание и научиться у святых отцов правильному пониманию этого отрывка Иоанна.